Урок 3.3. Навигация по папкам В проводнике Windows 7, используя адресную строку, можно не только узнать путь к открытой папке. Вы можете с помощью всего одного щелчка перейти в каталог, название которого отображается в адресной строке, а также в любую из принадлежащих ему папок. Рассмотрим пример. Выполните следующую последовательность переходов по папкам. Пуск, компьютер. Локальный диск С. Пользователи. Общее. Обратите внимание на содержимое адресной строки. Справа от названия каждой родительской папки имеется стрелка. Щелкнув на ней, вы развернете список дочерних папок и сможете перейти к любой из них. При выполнении большого количества переходов, названия всех пройденных папок могут не поместить в адресной строке. В этом случае в ней отображается только название нескольких последних папок, слева от которых появляется двойная стрелка. Щелкнув на ней, вы развернете список папок, пройденных в начале пути. Кроме того, в нижней части списка будут присутствовать ссылки на системные папки верхнего уровня. С адресной строкой можно работать и в режиме ручного ввода адресов. Так, если вы хотите попасть в одну из системных или личных папок, можно набрать ее русскоязычные названия, например, компьютер или изображение, в адресной строке и нажать Enter. Аналогичным образом можно перейти в любую папку на компьютере, введя ее адрес в адресной строке в стандартном виде, например, диск C Program Files. Если вы, находясь в проводнике, захотите посетить сайт в интернете, наберите его адрес прямо в адресной строке проводника и нажмите Enter. При этом будет открыто окно браузера и начнется загрузка страницы.